Как купить USDT или как купить тезеры? Этот вопрос с каждым днем становится все более актуальным, поскольку криптовалюта USDT или тезеры по протоколу ERC-20 становится все более и более популярной. Предложений о покупке и продаже этой криптовалюты очень много, но курс явно завышен. И чем популярнее эта валюта становится, тем более спекулятивны, мне кажется, курсы. Крипто-биржа CoinZoom, которая официально зарегистрирована и официально же работает на рынке США. Забегая вперед, скажу о самых главных преимуществах именно этой биржи. Что дает нам CoinZoom? Во-первых, жесткая привязка курса USDT к курсу американского доллара. Это самое важное. Во-вторых, очень низкие комиссии. Просто символические комиссии, особенно при больших объемах. Третье, простота верификации аккаунта. Четвертое, собственные внутренние токены, которые можно получать на определенных условиях, которые можно покупать, продвигать, торговать, которые гарантированно будут расти со временем и которые можно использовать как инвестицию на будущее. Пятое, собственные криптокарты, которые можно использовать во всем мире и которым можно расплачиваться хоть в ресторанах, хоть в аэропортах, хоть в поездах, где угодно. И баланс вашей карты будет балансом вашей криптовалюты на бирже. Шестое, кэшбэк по этим картам до 5%. Седьмое, очень быстрое зачисление по свифт-переводу. Восьмое, небольшая реферальная программа. Она действительно небольшая, действительно почти символическая, но, однако, она есть. А почему бы ее не использовать? Я считаю, что нужно использовать обязательно. Поэтому, когда будете регистрироваться, пожалуйста, просто в знак благодарности пройдите по моей ссылке, которая находится внизу, прямо под этим видео и зарегистрируйтесь под ней. Помните, что существует правило бумеранга. И те люди, которым вы дадите это видео и под которыми будет стоять ваша реферальная ссылка, повторят ваши действия, сделают то же самое. И тем самым вы себе наберете рефералов, которые принесут вам небольшую копеечку на бирже CoinZoom. Сейчас я назвал преимущества просто вот то, что вспомнил по памяти. Я уверен, что этих преимуществ, этих плюсов намного больше. Поэтому давайте пойдем последовательно. Начнем с регистрации, с верификации, с отправки денег. И в итоге я вам покажу о всей красоте этого шикарного финансового инструмента. После того, как вы пройдете по ссылке, которая находится прямо под этим видео, у вас откроется вот такое окно. Все, что вам нужно будет ввести. Ваш email, пароль и подтвердить пароль. Что я и сделаю. Мои зрители, мои партнеры и подписчики канала наверняка помнят, что я активно предлагаю использовать всем бесплатный инструмент, который называется LastPass, который генерит и хранит мои пароли. Рассказывать подробно о нем сейчас не буду. Вы можете найти ссылку на видео, где я показал преимущества LastPass прямо на моем канале. Я просто использую этот инструмент для того, чтобы зарегистрироваться на криптобирже CoinZoom. После того, как вы ввели почтовый ящик, вам нужно будет подтвердить ящик. Ну, хотя бы с той целью, чтобы вы не ошиблись при вводе почтового ящика и доказать то, что вы действительно являетесь владельцем этого почтового ящика. Переходим на почту, кликаем по ссылке активации аккаунта и снова попадаем уже в свой кабинет. Я кликну по ссылке, которая пришла мне на почту. Верифицировал свой ящик. И теперь клик here to login and complete registration. Нажимаем здесь для завершения регистрации. Теперь мне нужно уже войти с моим ящиком и с моим паролем на биржу CoinZoom. Для того, чтобы войти в свой аккаунт CoinZoom, нужно будет ввести код верификации, который был отправлен на почту. Я прошел на почту, скопировал этот код, вставляю в окно и нажимаю submit. Вот, теперь мы вышли в меню, где нужно пройти простейшую верификацию. Давайте посмотрим, как это сделать. First name, middle name при желании, вот ваше отчество и last name, фамилию. И заполняем все поля. Я настойчиво рекомендую заполнять все латинскими буквами, поскольку верификацию будут проходить роботы, находящиеся в США. Да и вообще в любых международных компаниях, в любых международных проектах я всегда рекомендую писать только латинскими буквами. Имя пишем имя, middle name, отчество можно не писать, фамилию пишем фамилию, employment status, степень вашей занятости. Я написал full time, то есть всегда занят, тут можно выбрать безработный, незанятый, студент. Я выбрал full time. Адрес line 1, пишем улицу, country Russian Federation, state я написал Уфа, это столица республики Башкортостан. Вы тоже выбираете столицу, потому что здесь других вариантов нет. Выбирайте именно столицу той области, края или республики, где вы живете. Mobile number я написал через 7, 7 и дальше префикс оператора и номер вашего телефона. Email неизменяемое поле, gender, пол, я выбрал свой, mail, надеюсь, вы тоже определились с полом. Дальше, date of birth, день рождения. Вот здесь кликаем погоду, и у нас открываются поля вводы групп лет. Я выбираю свой год, месяц и дату рождения. Вот это вот поле, Zoom и Handle, это ваш ник на CoinZoom. Система автоматически поставила последние цифры моего имейла и номера телефона. Можно оставить его, но я все-таки хочу написать свое более-менее реальное имя. Adresline 2, это ваш дом и квартира, где вы живете. City, город, Zip, это ваш почтовый индекс. Pretext, NLN.com, это ваши приблизительные доходы, какие вы собираетесь проводить на бирже CoinZoom. Не пишите миллиарды, не пишите миллионы, напишите примерно, вы же представляете, сколько вы будете. После того, как вы заполнили все поля, кнопочек Submit из буры зеленой стало светло-зеленой. Это значит, что все поля заполнены. Нажимаем кнопку Submit и переходим на следующую страницу. Теперь нам нужно ввести документы, подтверждающие те данные, которые мы с вами указали. Паспорт, Driver License и Government ID Card. Но Government ID Card у нас нет. Это, скорее всего, для граждан США. Driver License это права водительские и стоит галочка Passport. Upload a picture of your password. Загрузить картинку с вашим паспортом. Подгружаем картинку. Я беру загранпаспорт. Почему? Потому что там написано мое имя и фамилия латинским шрифтом. Скорее всего, гражданский паспорт России не подойдет. Я не пробовал, но я бы рекомендовал еще раз в международных проектах использовать загранпаспорта и писать все ваши данные только латинским шрифтом. Если у вас по каким-либо причинам нет загранпаспорта, что вам нужно сделать? Первое. Немедленно его получить, потому что вещь необходимая. Вы не знаете, когда вам придется, куда выезжать. Удача постучится в дверь тихонечко, и вам нужно не только услышать ее, но и быть готовым всегда уехать. Так что получайте загранпаспорт. И второе. Если нет, поставьте драйвер латинс ваши водительские права. Если у вас нет ни загранпаспорта, ни водительских прав, я вам ничего больше советовать не могу, кроме одного. Получите и то, и другое. Это очень удобно. Наличие этих документов я расцениваю как определенную степень свободы. Селфи-пикчер. Так, вот подгрузилась наша картинка с паспортом. Теперь нужно в селфи-пикчер подгрузить картинку, где вы держите паспорт ваших в руках. Подгружаем эту картинку, ставим I agree condition. И вообще все галочки нажимаем здесь. И нажимаем submit. You will get only three attempts to complete. Please verify before submission. Так, здесь предупреждение, что у вас вы получите только три попытки для завершения этапа верификации. Пожалуйста. А, но имеется в виду то, что, пожалуйста, проверьте, те ли документы вы загрузили. Правильно ли вы загрузили, поскольку у вас всего будет три попытки. Будьте внимательны. Я подгрузил все документы правильно. Нажимаю ok смело. Ok. Uploading your details. Подгружается. Ваша верификация в процессе. Время нормального ожидания составляет несколько секунд. Вы можете проверить позже контакты, поддержки в вашем кабинете через какое-то время. Не стал ждать, пока верификация пройдет. Нажал кнопку check later. Проверю позже. Давайте пока пройдемся по кабинету. Посмотрим, что здесь есть. Setting. Это для смены пароля. Notifications. Это уведомление, которое вы будете получать. Email notification я бы включил. Mobile SMS notification. Mobile push notification. Save. Это уведомление, которое вы будете получать. Это опять же в целях безопасности. Нажмем save. Advancing setting. Дополнительные установки. Zoom. Two-factor. Да, двух-факторную нотификацию я рекомендую включить настойчиво. Для входа. Для торговли. И также для изменения параметров настройок вашего кабинета. То есть, где вы хотите, чтобы работала двух-факторная нотификация. Только для входа в кабинет. Только для торговли. Или только для изменения или удаления учетной записи. Дальше. Двух-факторная нотификация. Как это делать? Вы, наверное, знаете. Если не знаете, я думаю записать отдельное видео экскурсию по кабинету. Сейчас я просто хотел рассказать о том, что есть такой инструмент, как CoinZoom и быстренько пробежаться по кабинету. Банк детейл. No data available. Нет данных. Edition Bank. Это, видимо, добавить банковский аккаунт. Об этом тоже о том, как отправлять деньги. ActiveLog. Это история входа. Zoom. Zoom токены. Это то, о чем я говорил в самом начале. На CoinZoom имеются свои внутренние токены. Курс токена сейчас чуть-чуть там 20, ну, грубо говоря, 20 центов. Вы можете купить эти токены. Зачем это нужно? Эта штука очень интересная. Во-первых, это инвестиционный инструмент. Токены будут расти. Причин на это очень много. Во-первых, самая важная причина. То, что биржа официально работает на территории США и США имеет официальный статус финансового инструмента, значит, уровень надежности этой биржи крайне и крайне высок. Дальше. Жесткая привязка курса тезера к курсу американского доллара гарантирует заведомо самый низкий курс, по которому можно купить тезеры. А если учесть тот фактор, что спрос на тезеры постоянно растет, а биржа в основном предлагает совершенно спекулятивный, явно завышенный курс тезеров, то такой инструмент, как CoinZoom будет крайне востребован. А значит, количество токенов, которое будет продаваться, будет расти. А значит, будет расти и внутренний курс токена. Да, его еще нет пока на CoinMarketCap, однако у компании есть большие и амбициозные планы выхода на международный рынок и на торговлю токенами CoinZoom. А значит, курс точно будет расти. Плюс, еще преимущество. Количество купленных токенов CoinZoom дает вам право получения скидок на различных сервисах, в зависимости от того, какого уровня у вас карта. Ну, или количество купленных токенов Gold, Platinum, либо Black. Вот в этом окне вы можете купить токены на любую удобную сумму. Следующее окно реферал. Это то, о чем я говорил. Здесь есть небольшая реферальная программа, причем реферальная программа взаимовыгодная. Как это работает? Если ваш партнер, который прошел по вашей ссылке, совершает покупку более чем на 100 долларов, то он получает на 10 долларов токенов CoinZoom. Я не ошибся и не оговорился. Вы получаете, как пригласитель, токенов на 10 долларов, но и ваш приглашенный человек тоже получает токенов CoinZoom на 10 долларов. А я говорил буквально только что, что эти токены будут расти в цене. Так что в этом кабинете можете копировать ссылку. Если кому-то нужно, просто скачивайте это видео с моего канала, заливайте к себе на канал, ставите вашу собственную реферальную ссылку и, пожалуйста, давайте смотреть ее вашим партнерам. Без проблем. А P-трейдинг это для подключения ботов. Об этом мы поговорим намного позже. Итак, коллеги, я сейчас рассказал вам об очень интересном финансовом инструменте, официальном легальном инструменте рынка США, где можно покупать и продавать криптовалюту, о регистрации, о прохождении первоначальной верификации. По-моему, дополнительной верификации здесь не нужно. Верификация адреса вообще не нужна, что сильно упрощает работу на этой бирже. Давайте перейдем в раздел Trade. Вот, собственно, это главное окно биржи. Здесь вы видите валюты, которые можно купить и которые можно продать. Здесь окно Buy и Sell. А вообще, вы знаете, давайте сделаем так. По торговле, по работе на бирже я запишу отдельное видео. Мы сделаем лучше. Первое видео у нас будет по регистрации и верификации. Дальше будет торговля на бирже, работа в кабинете. И один из самых сложных моментов на первый взгляд это пополнение аккаунта с фиатными валютами. Будь то рубли, гривны, зайчики или тенге. На этом я закончу первую обзорную часть. Если возникли вопросы, пожалуйста, задавайте их прямо под этим видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И я, как всегда, искренне желаю вам самых высоких заработков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!